Как телекомпания BBC оскорбила принца Гарри и в чью честь сирийские беженцы назвали своего ребенка? Об этом и не только смотрите в нашем международном обзоре. Является ли принц Гарри членом королевской семьи? В этом позволила себе усомниться телекомпания BBC. В драматическом сериале «Король Чарльз III» сценаристы предположили, Гарри на самом деле сын любовника погибшей принцессы Дианы, офицера Джеймса Хьюитта. По словам приближенных к королевской семье, это нанесло Гарри душевные раны. К тому же в этом году 20-е годовщина смерти Дианы, что делает такие заявления еще более неуместными. В Мехико требуют легализировать марихуану. Тысячи людей во главе с матерями, которые лечат своих детей каннабисом, прошли маршем по улицам мексиканской столицы. Некоторые надели маски из листьев конопли, другие демонстративно дымили травкой. С законопроекта легализации психотропного вещества уже поддержали обе палаты парламента. Теперь его должен подписать президент. Аналогичная акция состоялась и на улицах немецких городов. Митингующие уверяют, легализация каннабиса позволит государству получить больше налогов и создать новые рабочие места. Еще один Джастин Трюдо. Сирийские беженцы назвали новорожденного сына в честь премьер-министра Канады. В Дамаске папу малыша по ошибке арестовали и несколько дней продержали в заключении. После этого семья переехала в канадский город Калгари, где и родился маленький Джастин Трюдо Билан. Сейчас все они имеют официальный статус беженцев. Мама малыша говорит, так они хотели отблагодарить канадского премьера за то, что он помогает иммигрантам. Когда Джастин Трюдо возглавил правительство, страна кленового листа приняла свыше 40 тысяч беженцев из Сирии.